Ну, я думаю, что это неизбежность. Я помню, в моем детстве, например, появились телевизоры, и некоторые говорили, в моем доме телевизора не будет. Вот не будет, и все. Ну, и все, конечно, завели в конце концов телевизор, и сейчас трудно себе представить какую-то семью, в которой нет хотя бы одного телевизора, а у некоторых и по пять, и по шесть, во всех комнатах, и в кухнях, и так далее. Но, как ни странно, сейчас идет обратный процесс. Вот, например, мой сын, который живет в Америке, который вполне взрослый человек, ему 36 лет, у него нет телевизора. Как выяснилось, он полностью ушел в интернет, и считает, что телевизор не нужен, потому что все новости он узнает из интернета, и там же можно смотреть на большом мониторе, смотреть кино, и все, что вас интересует, все есть теперь в интернете. И, может быть, это и есть будущее, да? Хотя, конечно, жалко, что дети начинают этим заниматься с очень раннего возраста. Вот мои внуки, там, 3-4 года, они уже знали, что такое iPad, там, и iPhone, и так далее. Как раз детям, вот мое такое мнение, это, еще раз говорю, неизбежно мы все утыкаемся в гаджет, да? И я даже называю это поколение уткнувшихся в гаджет, так и называется. И это люди приходят в ресторан, 4 человека, например, чтобы пообщаться. И вместо того, чтобы общаться, они все дружно тыкают пальчиками свои iPad или iPhone. Но детям, вот это очень важно, и я буквально говорю это в нашей публике, так сказать, нашим зрителям, хочу сказать, что детей, конечно, как можно дольше надо стараться удержать от этого и все-таки читать книжки. Потому что детские книжки с картинками, когда ты их листаешь, когда ты, как бы, чувствуешь вот эту вот типографскую работу, да, это очень важно для детей. И мне кажется, вот этого ни в коем случае нельзя избегать. Это не заменит никакой iPhone и iPad. А лет с 10, конечно, они уже там, в компьютере, и все. Продолжение следует...